Лето – самое жаркое время года и период, когда тратится огромное количество воды на полив садов и огородов. Из-за этого порой возникает перебой с живительной влагой. Жители многих населенных пунктов нашей области столкнулись с этой проблемой буквально несколько дней назад, когда в регионе установилась жаркая погода. А сегодня проблему доступности питьевой воды обсуждали на уровне руководства региона. Эти кадры сняты неподалеку от Богдашкина, Чердоклинского района. В селе с населением в 600 жителей возникли проблемы с водоснабжением. Для их решения пришлось сделать новую скважину. Пуск этой новой скважины, мы надеемся, эту проблему решит. Но также мы хотим, чтобы вторым этапом было строительство башни Рожновского. И тогда проблема будет решена полностью. А это уже Ульяновский район. Недалеко от Ишеевки, где население уже 10 тысяч человек, также бурят новую скважину. Одну из четырех, чтобы обеспечить столицу Ульяновского района водой в полном объеме в период полива садов и огородов. Только на устройство этого источника выделено полтора миллиона рублей. Чуть позже, на совещании здесь же, в Ульяновском районе, звучат цифры, что регион обеспечен питьевой водой на 94%. На деле же, и те самые недостающие 6%, около 100 тысяч человек, вынуждены пить грязную воду. Каждый рубль должен быть уложен четко по делу. Работы должны вестись качественно. Согласно отчетам, по итогам 2020 года, у нас 94% области населения обеспечены качественной питьевой водой. А по факту, проблемы с обеспеченностью населения водой возникают практически во всех муниципальных районах. Алексей Русских отметил, что водоснабжение берет на особый контроль. В том числе и путем изучения обращений граждан в соцсетях. Игорь Кранцев, Антон Дурнов, Весцепь, Ульяновск.